Здравствуйте! В эфире Первая Студия. И сегодня у нас в гостях два замечательных человека. Драматург, я не побоюсь этого слова, драматург Антон Бичурин и его очаровательная жена Елена Чурсина, поэтесс. Сегодня наша программа посвящена, я считаю, знаменательному событию в театральном мире. Мы сегодня презентуем новую пьесу Антона Бичурина. Здравствуйте, Антон! Здравствуйте, Николай! Так, ребята, очень хочется услышать все скорее. Почему Гоголь? Ну, почему Гоголь? Во-первых, Гоголя люблю с детства, скажем так. Во-вторых, интерес к Гоголю в нашей стране и даже за рубежом никогда не прекращался и никогда не прекратится. Это связано с тем, что мы все равно все любим и мертвые души, и ревизора, а больше всего мы любим, и это первое знакомство всех нас, еще в детском возрасте, его вечеря находили близдиканьки. Вот эти страшные, вот эти очаровательные... Можно я сразу добавлю, очень страшные? Очень страшные? Очень страшные. Ну, даже не очень страшные, а каждый чувствует, что что-то у них есть такое мистически неприятное. Вот для меня. Я даже Антона пьесу читала кусками, потому что... Ну, я и Гоголя так читаю всегда, мне иногда как-то... Хочется перевернуть. Хочется отложить это, да, немножко, нас и не было. Вот, и, кстати говоря, интерес у детей к страшным историям, вот он в крови как бы. Как только ребенку 10-12 лет он интересуется всеми старшками. Вспомним наше детство кемерское. Мне кажется, что сейчас взрослые обожают мистику. Сейчас мода пошла. Сейчас пошла большая мода на вампирские саги всякие разные. И вот недавно, кстати, пересняли американцы совместно с нашими, да, кинематографистами ВИИ. ВИИ в 3D они сделали, они тоже как бы вернулись. Сюжет интересен. Конечно, интересны эти истории. Интересно, что и у нас есть свои мистические страшные истории, которые хочется использовать, которые хочется... Ну, удивительно, почему Гоголю это пришло на ум? Ну, он был, я считаю, не совсем, в общем, адекватный человек, вот не совсем здоровый. Он был странный человек, это правда. Мы уже не говорим о том, как он ушел до жизни. Тоже, кстати говоря, наверное, это легенда. Говорят о том, что Гоголь, прочитав как-то какие-то новости из мира науки, узнал о том, что есть такое вот явление, было открыто... Ну, наверное, все просто на себя одевал, да? Да, и он боялся, что он заснет элитаргическим сном, а его похоронят. Вот у него была такая идея фикции. Но мы же знаем, чем это все кончилось. Существует легенда о том, что именно так его и похоронили. Да, Милицейского протокола не существует. Но есть ученые, которые считают и доказывают, что это всего лишь очередная мистика. Это создание как бы вот флера таинственности и подогрева интереса Гоголя. То есть, великий мистификатор. Да. Хотя иногда я думаю, что как человек мыслит каждый свой следующий шаг, так он и случается. Да, да, да. И что еще хочу сказать. Почему Гоголь? Да потому что, мне кажется, во-первых, здесь еще есть другая цель. Наши дети стали меньше читать, меньше интересоваться нашей классикой и вообще литературой. Такая постановка, такая пьеса, она как бы возбудит интерес. А что же было на самом деле у нашего великого автора? Собственно, мы ответили на этот вопрос, который задали. Почему Гоголь? Почему Гоголь? Хотя я открыла интернет и смотрю, там в основном, говорю, классика. Буратино, Белоснежка, Красная Шапочка. Все-таки Гоголь выбивается из классики современных. Я думаю, может быть, театры боятся брать Гоголя, они считают, что это страшно, это мистика. Хотя сейчас, мне кажется, это уже так укончено. Совершенно имею собственное мнение, друзья мои, вы знаете, что? Вот сейчас сводка сегодняшнего дня. Женитьба, театр-студия Откровения, женитьба, театр-студия Табакова, женитьба, театр на Покровке. Но это же нитьба, это самая главная тема, давай поженимся. Пожалуйста, майская ночь в театре кукол. Майская ночь и лютопленица Станиславской Немировича Данченко. Мертвые души театра Маяковского. Некто нос театра Образцова. Похождение этой мертвой души, студия Табакова. Ревизора. Ревизора вообще масса. Масса и ревизора, это любимейшая пьеса. А теперь вопрос, самый главный, друзья мои. Гоголь дал нам возможность смеяться. Но здесь Гоголь не смеется. Не смеется. Я тоже плакала, когда это видела. Здесь много страха, согласен. Может быть, даже где-то я сгустел. Но на тебя, наверное, Антон, сумерки повлияли. Мне все-таки так кажется. Я их не смотрел. К сожалению, своему сумерки я не смотрел. На меня они не повлияли. Я не считаю, что это вампирская сага. Это хороший коммерческий проект. Может, да, это хороший коммерческий проект, но я думаю, что приучать наших детей к тому, что у нас тоже есть своя классика, есть своя мифология, потому что это уже все-таки ревизор, это мифология, мертвые души, это уже наша мифология. Да, цитируем, а все. Да, это живет в нас. И то, что у нас есть такие вот интересные, страшные, да, да, это получается, наверное, пьеса ужас на уровне, но, по крайней мере, это возбудит интерес у молодежи, у детей. Ну, здесь, кстати, легче перенесут все, они, смотри, взрослые немножко так. Да, они все это видели, я тоже так думаю, что, почему я, извини, я тебя перебью, я защищаю то, что я имею право как бы на такой старт, я понимаю, все мои друзья были шокированы. Хотите, я считаю, что Гоголя, Булгакова трогать надо только очень по необходимости. Я могу так сказать, что, да, многие друзья мои были удивлены и даже шокированы тем, что я взял такую ужасную тему. Они ждали от меня комедии. Но зато есть что обсудить, понимаете? Ну, хорошо, комедии уже есть, следующие. Но сейчас, вот, я начал с этого, потому что, вот, он будоражит, все равно Гоголь будоражит. И я согласен с тобой, Николай, что, как бы, постановок Гоголя очень много, как и Чехова, как и Островского. Да, мы это ставим, мы это любим и, естественно, все интересуются. Сказал ли я здесь новое слово? Сказал. Возможно, да. Сказал. Сказал. Згустил, да. Сделал пострашнее, потому что за основу каких-то, вот, моих сюжетных ходов были взяты такие произведения, как «Страшная месть», она, как бы, не очень ставилась. Да, или «Вечер накануне Иван Купал». Они тяжелы для постановки, их надо, как бы, адаптировать для театра. Так, есть театр, который очень легко поставить. Но это вам кажется, что в театре «Тени» это легко, потому что, когда я представляю себе, мне кажется, это еще тяжелее. Нет. Значит, почему именно для театра «Тени»? Почему вот именно я подключился к этому конкурсу? Ну, что стало стартовым таким вот моментом? Что? Сходил я на постановку «Театр «Тени», которая называется «Шерл». А, это вот премьера? Это была премьера, да. Мне понравилась вот сама идея театра, когда вот есть синтез именно театральных инструментов, как бы, я так сказал, да. То есть это и актерское действие, актерство чистое, это и тени, это и куклы. Вот это совмещение, оно, конечно, ну, мне кажется, очень образно и ярко показывает детям, наверное, может показать, в смысле, мою пьесу. Ну, кстати, дети сейчас, правда, они испорчены или, наоборот, интернетом и образностью, потому что, может быть, обычный театр и должен отмереть. Обычный театр, ну, понимаете, как, вот недавно слышал интервью... Хотя мне почему-то вот эта постановка «Шерлок» в театре «Тени» напомнила какое-то вот, как это, шарманки, действие такое красивое, образное. Ну, я и говорю, почему вот это, и здесь и актеры, здесь и тени присутствуют. Вот, и вот для нагнетания этого ужаса вот эти все инструменты, вот эти возможности образные, они, конечно, будут очень хороши и ярки. И это именно меня сподвигло вот все-таки для театра «Теней». Я понимаю, может быть, театр «Теней» подумает, вот, нас будут потом обвинять, что мы театр какой-то мистически ужасный. Но, я считаю, для каждого театра, и каждый театр стремится, кстати, к этому, иметь хотя бы одну постановку, немного скандальную, немного шокирующую, для того, чтобы как бы заявить о себе, как бы отрекламировать себя и сказать, да, у нас есть такое, чего нет у других. Наверное, надо же так пытаться это делать. Да, это для детей, но, возможно, как бы... Так вот, я хотел задать вопрос для детей. А кто аудитория? Для кого это? Да, я думаю, что... В театр всегда ходят дети с родителями. С родителями, совершенно верно. Надо, чтобы интересно было родителям, конечно, это понятно. Но, мне кажется, что если театр поставит, обозначит пьесу как, допустим, 14+, это будет нормально, потому что 12-летние сразу же придут. Это закон. То есть, когда мы говорим 16+, приходят 13-летние. И старше, соответственно. На этой пьесе какой будет стоять? Ценс, да. Ну, я думаю, 14+, можно поставить. Почему? Опять же, потому что... Ну, 14+, это уже взрослые люди. Ну, это дети. У нас до 18-ти дети, понимаете? И когда мы станем 14+, придут 12-летние дети. Придут 13-летние дети. Это как бы, ну, проверено. Всегда так происходит. Мне кажется, Гоголем пугать детей можно. Это не то, что нельзя показывать с 7 лет. Согласен. Ну, кстати, мне кажется, Гоголь даже больше европеец, чем... Другие авторы. Чем украинец. Нет. Чем русский. Потому что он как-то опередил время, мне кажется. Он предвидел то, что будет модно более через 100 лет. Вот он и гений. Вот то, что идет 15 постановок в Москве. Ведь я еще не сказал. Есть еще и театральные постановки. Еще и танцуют. И произведения есть музыкальные, кстати. Тоже в «Майской ночи» и «Любтовый» тоже есть. Антон, а кого видит автор в качестве композитора? Что это? Ведь каждая пьеса должна быть поставлена на чье-то произведение. Какая музыка должна звучать в этом произведении? Я хочу сразу сказать, что этот вопрос не был запланирован. Поэтому вот так. Ну, музыка у меня была... Парадокс в том, что когда я именно писал эту пьесу, вот у меня рождалась музыка сама собой. Вот вторая пьеса моя была как-то без музыки. Она была по-другому как-то жительная. А вот эта почему-то имела уже сопровождение музыкальное. Вот Лена меня даже ругала. Я все время Вагнера напевал как-то, мурлыкал. У меня со слухом плохо. Мне казалось даже, что вот эта сцена, где казаки скачут через кладбище на подавленных лицах... Ну, это не для детей. Она... Это для детей. Она как раз вот насыщена музыкой. Вот мне казалось, это что-то как болеро, понимаете? Это вот такая монотонная, бесконечная, однообразная музыка. Как степь, по которой скачут казаки. Такая же бесконечная, как смерть. Вот это... И это же марш. Это боевой марш казаков. Это марш. Мне поразило, что в пьесе, извини, очень много храбрых людей, храбрых фраз. Таких, которые при виде мертвецов, вот, как говорят, мы же казаки, мы же храбрые. Зачем нам сапля? Да, да, да. Чтобы бороться и давай. Ну, конечно, бывает, что мертвецы бывают. Количеством берут. Но храбрые-то люди в пьесах. Но в наших пьесах только смекалкой и храбрости берут. Все-таки, я шел на нашу встречу, и я подгодил несколько вопросов, и я хочу слышать на них ответ. Антон, ну, все-таки, являешься ты поклонником от всяких вампирских саг, каких-то фильмов, ужасов, связанных именно, ну, как в России говорят, нечистая сила, да? Вот, у нас русалки какие-то, вот эти истории. Кстати, в твоей пьесе очень много историй о русалках, о которых я даже не задумывался. А бутылки нет. То есть девушка, которая говорит, я тут уронила свое на место, там, дедушка, помоги. Вот я бы раньше, может быть, и помог бы, а сейчас я думаю, а вдруг она русалка, и удача от меня. Таким хитрым способом. Хорошо, что он об этом задумывался. Нет, конечно же. Что есть такие девушки. Да, да. Нет, конечно же, вот я говорю, больше предиктовано желание написать именно вот такую пьесу, как бы больше любовью к Гоголю, чем к ужасам. К ужасу вообще никак не люблю, не интересуюсь. Вот эти всякие саги о вампирах романтические, заметим. Да, романтические, это правда, они романтические. Если вопрос, что пьют вампиры в свободное от работы время, когда они едят своих возлюбленных. Да, вопрос, кстати, хороший. Об этом надо проявляться. Мне кажется, что Антон, когда это писал, больше думал о вопросе веры, истинной. Да. Вот мне почему-то так показалось, а не сколько о вампирах. Совершенно верно. Кстати, вот вернусь немножко ко второй, третьей части, мы ушли. Вторая, третья часть, они более положительные, да, там две свадьбы, и там как бы финал такой открытый, в смысле открытый миру и добру, о том, что надо созидать, не надо пользоваться дьявольскими какими-то заманками. Да, да, да. Так вот, вот там рождалась музыка мусоргская, вот почему-то мне казалось, вот именно мусоргский. Потому что Гоголь. Да, Гоголь, потому что Гоголь. Вот Баба Ига, вот это вот, картинки с выставки, или Стравинский, вот что-то, этот балет знаменитый, как он называется, Лена? Весна священная. Весна священная. Вот эта музыка вот ложится туда. Она и сказочная, она и страшная, и в то же время она вот, ну вот она ложится туда. Потому что там две свадьбы, потому что там все хорошо кончается, потому что герой хочет построить церковь, и хочет, чтобы все люди были братья, чтобы все друг другу помогали. И те идеи прекрасные. Ну, она как бы прослеживается, конечно, и у Гоголя. Другое дело, что мне пришлось немножко ее переложить и изменить. Но, опять же таки, я понимаю, что многие могут сказать потом, что вот, ты взял и так переделал. Ну, переделал, да. Но я пытался мыслить, как Гоголя. А все равно, я думаю, что каждая пьеса, каждый автор хочет показать искание маленького человека в этом давящем, вампирском мире. Ну, вот в каком-то агрессивном мире. Я думаю, это так. Да, совершенно верно. Себя найти в том, что он до конца жизни, может, даже недопонимает, почему с ним это происходит. Совершенно верно. Мы часто думаем, что за силы такие воздействуют на нас, почему они именно... Да, мы люди и отождествляют эти силы в какой-то... Угнетают. Ну, такой вот, что это одухотворенная сила. Хотя, я думаю, это борьба с самим собой. Даже до сих пор люди считают, особенно сейчас активно, что прокляли, что кто-то колдун, Что кто-то помогает рукой. Ну, вот это я верю, кстати. Кто-то помогает, а кто-то мешает. Кстати, вот недавняя серия фильмов «Дневной надзор» и «Начинный надзор» прямо в наше время вносит элементы вот этой силы. Понимаете, ведьмы, дьяволы. Это я тоже смотреть не могу. И ужасы все, и заклинания эти. То есть, возможно, это все и существует. Но у меня возник вопрос. Как ты думаешь, Антон, все-таки написав такую рукопись волшебную, имеет ли наш право, наш современник, так вольно перекладывать произведения классиков? Великого, единственного человека, который был на земле во многие века. Это правда, это очень как уникум, я бы сказала, прокурор. Ну, я считаю, что, конечно же, не имеет права, но я боялся, что будет так бросаться в глаза, что я вольно как-то переложил. Ну, не вольно я переложил. Все-таки я пытался вот именно сохраниться вот в этой жизни. Вот что передал нам Гоголь, я немножко это развил, я пытался там остаться. Есть результат, я читал. Есть результат. Мне понравилось. Я надеюсь, что театры, ведь это пьеса театральная, театры обратят внимание на это произведение. Но возникает вопрос. Было написано под театр темнее. Но если это будет какой-то театр другой. Мне кажется, это даже не сколько театральная пьеса, сколько фильм. Лена, ты так мыслишь просто. А мне кажется, это театральная пьеса. Вообще, многие театральные пьесы легко становятся фильмами. И редко, когда фильмы становятся пьесами. Хотя сейчас мода пошла такая. Хотите услышать мнение зрителя? Вот я сижу у телевизора, там сцена, я понимаю, сейчас будет ужас, все. Сейчас выползет из-под пола какая-то тварь и всех разживет. Я могу отвернуться, я могу взять другой канал, я могу выйти в конце концов за водичкой там сходить. А в театре мы парализованы, мы сидим в зале, специфика, и всем напуганы. Эффект зала. Вот телевизор и театр в театре страшнее. Думаешь? Замкнуть. Я не могу остановить этот процесс. Странно. А выразительные средства? Музыка. Вот я бы сказал музыка. А звуковые эффекты? Почему часто люди уходят посередине спектакля? Потому что они идут на одно, то, что они хотят, запрос свой, а показывают им другое, даже если это женитьба. Нет, я могу сказать так, значит, вот Кольки спросил, другие театры, ну, конечно же, другие театры тоже, я писал для театра теней. Мне кажется, что театр теней, ну, это... Ну, Кольки у тебя вообще ассоциируется, наверное, с таким, да? Да, это, я понимаю, что театр теней, это ведь не только... С грамюрой. Да, совершенно верно. Это вот, Лена, ты сейчас сказал, я сейчас только понял. А это же ведь и метафора, театр теней. Это как бы... И не только вот именно тени на сцене, которыми вот они прекрасно создают какие-то образы, но это еще и тени из прошлого, это тени, какие-то страшные мистические сказки или еще что-то. Мне кажется, что для этого театра было бы... Ну, была бы хорошая постановка, была бы. Но, конечно же, и другие театры, если это возьмут, я буду счастлив. Что вы что-то говорите? Будет удивительно, если какой-нибудь действующий в Китае китайский театр теней возьмет эту бьезу к постановке, потому что тоже может быть, ведь там вообще многовековая история о театре теней. Да. И там, конечно, вряд ли были какие-то шлягеры или веселые... А мне кажется, Боголь для них тоже будет очень интересен. Ну, Боголь ставится не совсем не... Я недавно был на концерте в филармонии, посвящен... Это вечер памяти Тревердиева был, и там очень много музыки исполнялось, кстати, японскими коллективами, которые исполняют музыку Тревердиева. Вот вроде бы, да, две страны, две культуры, но вот раз, вот такой рывок, и она популярна, это музыка в Японии. Потому что Тревердиев, это музыка души. примеры сказал. Там была фраза, что они даже сделали ее официальной музыкой каких-то японских авиакомпаний. Это вот официальная, аккорды Тревердиевские, знаменитые. Так что не будем думать только о Москве, в конце концов. Не будем, будем надеяться, что еще кому-то интересно. Еще вопрос. Знаете, вот если бы у нас была бы, эта программа шла бы, так сказать, был бы прямой эфир, мы бы сказали, у нас звонок, вот телезритель Василию спрашивает, я спрошу сам, мне интересно, а у вас все-таки двойное название. Давайте вот подробнее. Волшебная рукопись или самые страшные сказки. То есть волшебная рукопись, я улыбаюсь и расслабляюсь, волшебник придет с колпачком, фея добрая, и вдруг самые страшные сказки. Да, да. Ты прав. Николай, вот как бы пришлось вот совместить. Это как раз переворачивается и вдруг страшно. Название правда как бы получается такое немножко некомпонующееся. Да, с одной стороны волшебство, а с другой страшно. Не компонующе. Волшебство это всегда что-то с плюсом. Положительное какое-то колдовство. Страшное. Значит, почему такое очень долго не мог придумать название, клянусь. И все время вот в страшной сказке очень страшной, самые-самые ужасно страшные. ужасно страшные сказки. И вот все вот что-то у меня ступор. Я говорю, Лена, вручение, ничего не могу придумать. Лена предлагает колоссальную идею. Она говорит, ты же знаешь, что Гоголь сжег свою рукопись. рукопись. Леночка, подожди. У Гоголя все не сказки. Он так видел мир. Он так видел мир. Ты совершенно права. Я, кстати, могу потом тоже на это говорить. Ну, давайте я договорю эту тему. И Лена предложила назвать, взять эту историю, как будто бы он сжег какие-то страшные сказки, если очень страшные. А кто-то как-то каким-то волшебным образом их восстановил эту рукопись. И вот она у нас в руках, и вот мы это делаем. Поэтому у нас в пьесе у меня у нас с Леной появился этот волшебник, который как бы волшебным образом восстановил рукопись, и она стала волшебной, потому что мы вернули то, что он сжег. Вообще, мы сейчас с Антоном раньше обсуждали, вообще, можно мысли сжечь. И если бы Булгаков сжег мастера Маргарита, мне кажется, что появилось бы через какое-то очень долгое время что-то такое, типа Мастера и Маргарита, потому что мысли и вот энергию человека, который что-то делал, нельзя уничтожить. Я думаю, это да. Поэтому появилось такое сопоставление волшебной рукопись или самые страшные сказки, и в то же время, конечно же, мы немножко отправляемся к майская ночь, с одной стороны, ласковая, нежная, приятная, или утопленница. Идея очень хорошая в этом смысле. Конечно же, это отсыл к произведениям Гоголя. Совершенно верно. Я всегда считаю, что человек должен начинать писать пьесы со своей личной пьесой. Потом он имеет право переписывать. Возможно. Я не согласен, Елена. Я считаю, что времени не так много в жизни. И вот то, что идет, надо реализовать. Да, да. я считаю, может, он и прав. Потому что очень обидно, что наши дети не всегда знают. Ви знают, потому что смотрели прекрасные фильмы. Но остальные произведения... Вот, кстати, вернусь к Виу и к тому вопрос, который ты задавал о том, имею ли я право вольно пересказывать. Я пересказал, но невольно. Я попытался сохранить исторический контекст и как бы вот эту вот ситуацию. И попытался язык Гоголя сохранить. Попытался. Да, но я не могу совсем как бы вот все эти архаические выражения сохранить, потому что, правда, зрителю не будет понятно, ему надо простым языком все это рассказать. А вот, как сделали американские кинематографисты совместно с нашими последний Ви. Откуда там появился английский исследователь, который приехал к нам, нашел там... Это более режиссер и автор. Так, это еще больнее. Да, это еще больнее. Люди не читали книг. А почему появился вдруг какой-то англичанин и положил руку на нашу историю? А почему? Он-то чем причастен там? Я согласен, мы можем делать все, что... Он не заграбастал ее. Он не заграбастал, я понимаю. Просто потрогал. На самом деле это изящно, это умно. Хорошо, возможно, но опять же таки, возвращаясь к вопросу, кто вольнее поступил, я считаю, они поступили еще более вольно, чем я. Я хоть попытался сохранить там присутствие самого автора Гоголя. Это только начало. Потом все будет гораздо круче. Послушайте, мы сейчас говорим об этом. Вы вспомните Дракула, он тоже ведь изменяется, видоизменяется, превращается в какие-то новые произведения. Это наш ответ. Дракуле... Согласен. Это ответ Гоголя всем нам. Да, и, конечно же, я согласен, что Гоголя невозможно не любить. Это самый парадоксальный. Кстати... И уважать. И уважать. Между прочим, Пушкин как бы дал идею и мертвым душам для Гоголя. А, кстати, идея и написание это совсем разные вещи. Совершенно верно. Я считаю, что дарить идее не так страшно. Он сказал, что Гоголь, вот это твое, ты должен это написать. И, кстати говоря, он начал писать «Мертвые души» в 1935 году, а в 1937 Пушкин уже был убит на дуэли. Гоголь писал кому-то в письме, что он хочет, не может бросить этот труд, хотя он жутко был расстроен. И ради Пушкина он напишет «Мертвые души». Потому что, Антон, я тебе всегда говорила, не страшно дать идею. Она может быть воплощена совершенно ужасно. И ты ее воплотишь через несколько лет сам. я поэтому даю идеи. Ты давай иди. И пусть все люди дают идеи. Это правда. Чем больше мы отдаем, тем больше идей у нас появляется. в пьесе много ужасов, крови, мистики, леденящей душу. Но в то же время присутствует очень сильно тема любви, которая в итоге все побеждающие свое воздействие оказывают. Вот как ты думаешь, что для автора это любовь? Не знаю, что это для автора, но в общем-то ни одну пьесу смотреть не будут, любить годами, десятилетиями, если там нет любви. Потому что ну как бы люди не говорили, что их интересует там работа, что-то еще, какие-то путешествия, все равно вся эта работа и путешествие без любви вообще ничего не значит. Человеку надо внутренне страдать для того, чтобы быть счастливым. а так просто, если все как калейдоскоп мимо тебя, вот сидят люди в интернете, им кажется, что они живут. Да нет. Я думаю, что человек живет, когда по-настоящему любит и страдает именно в физической жизни. Я думаю, так. Ну там тема сильно прослеживается. Да, да. Автор хотел нам это... Хотел, очень хотел, и мне приятно, что ты заметил, Николай, когда читал. А ты знаешь, когда читаешь, замечаешь. Ну у Гоголя тоже очень много любви. У него вот любовь ко всему. Я не знаю, к природе, к каким-то мелочам, к каким-то просто вот, ну просто к жизни. Вот вы говорите, там Гоголь был депрессивный. Но вот я, когда читаю его, я вот вижу, вот до чего он любит какое-то вот маленькое что-то. И Чехов был депрессивный тоже, тоже почитаешь. И Чехов тоже. Он любит что-то маленькое, что-то такое вот родное, от этого хочется жить. Да. Когда ты понимаешь, что можно любить не просто вот, я не знаю, там машины, дворцы, себя красивую, молодую в этой жизни, а просто, я не знаю, какой-то маленький ручей. Кстати, вот насчет любви я вам расскажу. Я знаю, почему театры и берут майскую ночь или утопленницу. Вот из этого всего цикла Вечера на хуторе и пристеканке берут либо майскую ночь и утопленница, либо ночь перед Рождеством. Когда остальное немножко в сторону, да, там более-менее любовная интрига, вот она так вот, явно выражена. Там не просто интрига, а что человек может отдать все ради того, чтобы просто любить, а не для того, чтобы что-то взять. Так вот, любовную интригу и вообще сюжетную линию я специально как раз вынул на поверхность. Она была у Гоголя везде. И вот в «Черном колдунье», и «Волшебный цветок», который у меня называется, третья часть. Я ее просто вынул и развил немножко. Она была, но она немножко скрыта. И почему я это сделал? Я объясню. Да, вот Лена свое объяснение дала, и она очень хорошая. Потому что во всех наших сказках русских народных очень часто Иван Дурак влюбляется в Еленю Прекрасную и, значит, пытается ее Я должен увидеть этот параллель, да? Да, да. То есть, как бы, сказка частенько заканчивается свадьбой. Принцессам дураками И это хорошо. Потому что никто не знает, что такое любовь. Все хотят узнать или почувствовать. А что такое любовь? А до сих пор никто не знает. Это что, дали объяснение? Никто не дал. Формула нет. Я слышала вопрос А смогу ли я ощутить, что я любил? Вот. Смогу ли я успеть в жизни полюбить? Вот, наверное, отсюда и всегда берется вот такая ситуация, что все понимают, что вот у тебя ты богатый человек, там, принц, ты полюбил принцессу. А что это? Любовь это? Совершенно верно. Любовь это что-то такое, что никто не может объяснить. Ты знаешь, вот, сказать, был хороший ход с этими героями поднародными, пан Горобец и пан Зазуля. Это такие персонажи, знаешь, они не клоуны в примычном понимании. Мы их смотрим в американское кино, там всегда есть тройка и один какой-то клоун такой, который все время что-то ржач. Это не ржач, это народные герои. Да. Это народные герои. И даже вот имена их, вот эти, пан Горобец, пан Зазуля. Знаешь, еще... Но я Антону говорила, может тебе надо это совсем перевести как бы на европейский русский рейс. Очень хорошо, что... Но Антон почему-то не захотел. Не захотел. Это авторская. Это авторская. Хорошо. Ты напишешь свою пьесу. Но я и не давила, я как бы рекомендации часто, как бы... Вот, кстати, мне очень лестно и приятно услышать кое-что, что ты обратил на это внимание. Объясню. Без них была бы пустая пьеса. Они дополнили его. Я объясню. Дело в том, что, конечно же, вот этот вот метод, вот этот стык ужаса, а потом о смеянии этого ужаса, это же ведь Гоголь. Я попытался как-то перенять вот эту манеру его рассказа. У него часто бывает... Ужасно в том раз, я бы смеялся. У него смех. Это смех, да. Ведь я даже вспоминаю все время ночь перед Рождеством про Солоху. Про Солоху все говорили, что это ведьма. А какой-то там тоже пан, я не помню, кто, Зазуля какой-то говорит, да он считает, что все бабы у нас в диканьке ведьмы, на яморке видел, вот как они прячут хвосты под юбками. То есть, как бы, Гоголь немножко все это обсмеивает. Сначала он рассказывает ужас, потом этот ужас сам же обсмеял. И в этом есть его вот как бы особенность, да, гениальный взгляд на мир. Но по сути это правда, это можно даже себе представить. Да, этот стык вот ужасного и смешного. И надо очень... А потом, конечно же, почему еще появились эти герои? Это же герои, выхваченные из других как бы повестей. И пан Горобец, на самом деле, в любом месте, Зазуля, он как раз, пан Зазуля, из вечера накануне Рождества, и как бы, для того, чтобы смягчить, конечно, ужас этой концовки, она ужасная. Ее надо как-то объяснить. Но они очень колоритные. Колоритные, да, они вот именно народные. И, конечно, смешно то, что это два пана, которые ночуют в лесу, на земле. Пан Горобец, пан Зазуля. Да. А ночуем где? Да, в поле. Я хочу. Да, да, согласен. Антон, а теперь неприятный вопрос, который, в общем, напрашивается сам. Напрашивается сам, да. Ты телевизионный режиссер. Да. Ты всю жизнь в телевидении. Как мне сказал один знакомый, вот есть люди, контуженные телевидением. Да. Это не Антон. Нет, 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 нет. Я говорю, тебе 45. Да. И вдруг не мастер-кассета с программой, а театральная пьеса. Ты отдаешь эту пьесу на суд очень компетентного жюри. А ты должен быть готов к разным мнениям, критике, и будут аннотации какие-то написаны. Да. Ну, кстати, вот хочу сказать про театральных режиссеров. Лет 15 назад Антон делал Новый год на канале «Столица». По мотивам пьесы 12 месяцев. Ну, она тоже, да, по мотивам пьесы. Да, по мотивам пьесы. То есть ты... Дали задание... Там режиссеров было очень много телевизионных, целый канал. Да. Всем дали задание написать как бы сценарий Нового года. Современный, но какой-нибудь такой вот интересный. Веселый, да. И что же я увидела через месяц или два? Все сказали, мы режиссеры. Мы не пишем. Мы можем только делать постановку. Вот я категорически не согласна с тем, что режиссер это тот, кто снимает и делает постановку. Мне кажется, что режиссер все-таки должен уметь сделать свой авторский сценарий. Мне кажется, я права. наш режиссер это умеет. Наш режиссер это умеет. Это спорно. Это я согласен, но это спорно, потому что частенько надо, чтобы режиссер увидел что-то по-другому в слове, в пьесе и создал какие-то свои образы. Дело в том, что телевидение на самом деле кажется только... Это слово. Согласен. Это слово, да. Но это кажется только, что это такое огромное непаханное поле для творчества. На самом деле нет. Это очень узко. Это сплошная, ну, скажем, журналистика. Вот это вот информационности больше от тебя требует. А сейчас телевидение, к сожалению, такое, что требования к художественности вообще отсутствуют просто. Это калька уже телевидение стало. Потому что... Все хотят быть так, как другого. Потому что... Потому что телевидение требует рейтинга. Наверное, не случайно так получилось. У нас с Леной был давний спор. Я все время писать хотел. Что-то писал пьесы. Или она говорит, не пиши, ты никому не нужен. А здесь... И мы с ней так договорились. Вот если будет какой-то повод... А потом еще очень много сценариев писала. Ну да. То есть я как бы не просто так начал писать. И все время приходилось что-то писать. Писать там. И рекламные ролики. И передачи. Потому что, когда ты молодой, страшно. Что твое как бы сворует. Когда ты становишься старше, ты понимаешь, что... Все равно сворует, ничего не страшно. Но все равно это остается с тобой какая-то ступень. Но это правда. И поэтому мы с ней так договорились. Вот произойдет какое-то такое событие. И оно случайно произошло. Я случайно узнаю, что есть такой конкурс для театра «Тени». Да, они хотят. Да, они привлекают. И вот меня как зажигание. Щелк. И я угрелся. Вы знаете, меня всегда удивляет. Вот на телевидении я просто зажил. Я шел по коридору. Меня увидели. Меня пригласили. Я стал звездой. Вы знаете, вот мы 20 лет ходим по коридору. И не доглашаюсь никуда. Редко поступают предложения. Вот давай делай. Я бы хотела это видеть часто. В основном, ты сам вырываешь, ты сам иди, ты шидешь, идешь. А так, чтобы вот ты такой-такой талантливый давай ты сделаешь это. Это абсурд, это билетристика для телезрителей как на телевидении творчества. Но я не знаю. Я думаю, Гоголь тоже не шел по коридору. Ему не говорили на-на-на. Я думаю, что он делал, рыдал, переживал. Носил издатель. Да. Носил издатель. У меня было первое произведение. Я забыл. Там Кюхель, какой-то Бекер, что-то такое. И его в пух и прах раскритиковали. Но он упрямо продолжал заниматься. Настойчиво. Настойчиво. А кстати, последнее время я считаю, чем больше критикуют, тем больше ты чего-то стоишь. Единственный плюс в моем возрасте. Да, может быть поздновато, как бы я так вышел на большую арену, плюс какой. Не боюсь я критики. Да, согласен, плохо. Причем, я сам знаю, где плохо, а где хорошо. Никому не говори. А то, мне критики расскажут, и я скажу, это придумано критиком, или это правда. Причем, в последнее время хочется, чтобы тебя действительно покритиковали. Не спорю. Антон, меня одна сцена заинтересовала, я даже ее отметил. Она мне очень понравилась. Тут юмор, в общем, гоголевский. Я знаю, что гоголь это не писал, но так. Ну да. Вот, там сцена 4, когда Петрус начинает копать, а появляется ведьма и вампир. Вот. Да. Диалог, ведьма. Какой же ты умненький, вампир. Как же ты, сатанинская рожа, догадался искать добычу на месте клада купца-сивухи. Вампир, да у меня нюх на свежую кровь, ведьма. Ты моя жабистая. Когда ты такой умненький, ты на крысу похож, сказала ведьма. Совершенно верно. Вампир, не хвали меня, я смущаюсь и так далее. Подчеркнутые жизни. Да, подчеркнутые жизни. И жизни. Это и жизни. Вот. Современные жизни. Вроде как ужас. Знаете, как вот вампир появился, да, ведьма, и в то же время там Петро там копает, они добрые беседуют. мне больше всего в жизни прекрасно, мне понравилось. Пугают серьезные люди. Если все очень серьезно, значит, в СБД. Надо пошутить. Согласен. Но, и еще эти сцены появились, конечно, в противовес первому действию. Первое действие, конечно, тяжеловато, оно даже не тяжеловато, оно... Я даже Антону говорю, ты его убери. И оставь только второе-третье. Ну, пожалуйста, я думаю, что руководство Театр Теней или там любого другого может так позволить, я, может быть, соглашусь с ними, но... А может быть, они наоборот. А может быть, первую часть, вторую не возьмут. Вообще, я считаю, что всегда можно переписывать... Вот меня поражает, нет, это будет так, я так вижу. Да, когда тебе дают советы, всегда надо ими пользоваться. Да, у нас даже с Леной есть такая шутка, на телевидении мы все время догмариваем, что сценарий не догма, а руководство к действию. В принципе, к пьесе так же можно отнестись. Другое дело, что там нельзя, конечно, все повыкидывать, потому что это конструкция, она может рухнуть. Рухнуть, да, Сносить капитальные стены нельзя. Невозможно, в этом смысле. А в сценариях телевизионных легко можно все менять и переставлять, и говорить другими словами и прочее. Хотя иногда можно и капитальные стены сносить. Если ты перепланировку согласовала с автором. Да, когда ты способен на какие-то уступки, на какое-то творчество, это говорит о том, что человек, у него есть потенциал. А это не его последнее произведение, мне так кажется. Антон, вопрос вам подвис немножко, все-таки. С 45, не поздно начинать. У тебя были какие-то литературные опыты раньше? Ты какие-то пьесы писал? Да, да, были опыты, и хватило силы, разумения все это уничтожить. Я это не сжег, как вот Николай Васильевич, но просто уничтожил в компьютере. Да, Могу рассказать, к 2000 году родилась идея назвать, тогда очень шумно называли все это, Миллениум, это Ленолиум. У меня, да, Ленолиум, а у меня назвал, тоже родилась идея, называется Елениум, в честь моей супруги Елены. Значит, идея пьесы была такова, что у одного героя, мужчина, сразу даже сейчас ты попал в точку. Да, у него в жизни оказалось три женщины, Алена, Лена и Хелен, иностранка. Ну что, что за? Причем, Алена, это его дочь, на самом деле. То есть, не надо думать, что там так. И эти три женщины как-то таким образом свелись вместе, и у них вместе с этим мужчиной произошли какие-то интересные события. Я сейчас уже не помню, что я придумывал, но у меня хватило сил все это прочитать, и понять, все-таки какая же эта тупость. Но идея неплохая. Ну вот, понимаете, идея неплохая, но реализация идеи была катастрофически ужасная. Плако. Поднимаешь высоко, он читает, ты не показывал никому, ты не публиковал, не отправлял он в журналы, и сразу уничтожал. Сразу уничтожал, я сразу уничтожал, и мне вообще казалось, что наверно... Я не знаю. Коля, ты прав, не надо ставить себе очень высокую планку, потому что так можно и утонуть. А я, нет, а я думаю, что надо ставить себе высокую планку, потому что все равно до высоких наших гениев не дорасти. Ну, нет, надо... 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 А оценку дадут... Хорошо, я согласен. Ну вот, понимаешь, как бы вот в 45, наверное, я понял, что я могу. В принципе, в литературе существовали такие уже прецеденты, когда люди великие поздно начинали. Тот же Лев Николаевич Толстой после 40 начал писать, но я себя не хочу сравнивать. Он был занят, да, он воевал, у него была бурная жизнь и так далее. Кто же воевал? Ну, сам... Да, на другом фронте, наверное. Понимаете, я не хочу сравнивать, но, наверное... А, кстати, Мопассан, он ведь творил всего лишь 10 лет с 30 до 40, а в 40 он уже умер и умер от сумасшествия. Он в 30 начал писать. Веселая история. Я к чему говорю, что... Мопассан это правда. происходит в человеке, я не знаю. Но вот как-то я почувствовал, что это мое, это мой возраст. Я всегда чувствовал, что это мое. Мне всегда казалось... У меня была какая-то тяга к грамматургии. Наверное, я заинтересовался когда-то Гамлетом. Вот я его прочитал. Лена говорит, пьесы невозможно читать, а от них сходишь с ума. Это надо смотреть. Возможно. Потому что показать надо, чтобы была пьеса... Это я верю, да. Я верю, что... Как бы она... Я, например, обожаю Островского, но читать его сложно. Мне кажется, особенно в школе трудно прочитать Островского как пьеса. Нет. Вот я понимаю, что Лена говорит, что круг читателей, заинтересованных в чтении пьесы, он ограничен, нежели чем желающих прозу почитать или стихи. Да? Это понятно, что как-то все стараются почитать роман. А вот пьесу... Ой, дайте-ка я пьесу почитаю. Ну, не тянет. Я лучше покажу в театр, смотрю. Очень легко читать его рассказы и очень трудно читать пьесу. Да. Ну, да-да-да-да. А как бы вот... А Чехова вообще... Он же ведь, у него были провалы, считалось. Вот в Вишневый стад когда поставили, ведь там все его ругали. Ну, видишь, как поставили? Ну, видишь, как... А сейчас это великая пьеса. Сейчас и ревизор великая пьеса, и... На дне... Горькова. Может, до нас тоже доходит как-то все однобоко, часто? Ну, может быть, да. Поэтому, в принципе, наверное, поздно. А с другой стороны, я, честно, получаю такое удовольствие, что я это написал, и кто-то этим заинтересовался, и кто-то сказал, что-то в этом есть. Понимаете? И что еще меня привлекает до антургии? Это все-таки... Конечно, когда люди говорят, что пишут в стол, это как-то странно. Ну, странно. Ты знаешь, как бы мне повод дал театр тени. Вот он меня как-то раз и зажег. Ты смотрел Шерлот, да? Да, я смотрел Шерлот, мне очень понравился этот спектакль, и... Мне понравилось... Качественно. Да. Да, очень интересно, качественно там. Ну, как-то... Ну, все-таки это видно, это театр. Кстати, вот возвращаясь к тому, что там разные театральные формы были использованы. Недавно видел интервью с Галиной Борисовной Волочек. Она рассказывала о том, что она восстановила спектакль «Двое на качелях». И она сказала, без всяких там штучек, только театральными приемами. Штучки — это что? Это использование плазмы в театре, использование там каких-то неимоверных эффектов технических. То есть, только актерская игра. Вот до этого должна еще быть такая пьеса, которая на двух людей... О чем я и говорю. О чем я и говорю. Театр теней не использует штучки в понимании, как бы, вот Галина Борисовна и в моем тоже, наверное, и в вашем, а как бы это театральный способ вот постановки. Мне это очень понравилось. Меня заинтересовало, что вот можно так сделать это все. и это для детей, и это неожиданно. Театр теней это очень близко к стеревине. Это образы в каком-то экране, в каком-то вот картинке такой вот... Ну... Как бы это... Да. Образы. Да. Да. Обратите внимание, что мы читали Коннадолия подлинники. Мы читали перевод. Перевод, да. И смотрели фильм. Да, совершенно верно. С русской литературой, но проще. Да, да. Все-таки близко, текстом. Расскажи, когда работаешь с сценарием для телевизионной программы, а что для тебя вообще сложнее пьеса театральная или сценарий? Значит, по производственному вопросу я бы так сказал, конечно же, телевизионный сценарий он проще и быстрее. Там штампы, да? Там штампы и там есть задача определенная и, скажем так, вот мы с Леной... Привязан в картинки. Да, с Леной у нас даже есть шутка такая, ну что, когда мы скажем, через неделю написали или через две, потому что пишем мы не левой ногой, но это быстро очень. Это все, конечно, пишется долго, а когда уже ты... Что трудного в пьесе? Иногда бывает так, что рождается... Вот следующая моя пьеса. Я, как бы, вопроса не получил на нее, но у меня родился финал. Вот финал. Вот как все закончилось. Вот я это увидел и подумал, какая же интересная идея. После этого я начал создавать начало, середину и это увлекает. Ты же и дешевле. То есть, начало ты финал увидел, да? Вот во второй пьесе так. В обратную сторону, да. Да, 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 да. Но Лена правильно говорит, Антон, ну ты, это просто все твои старые заготовки. Ну это правда, да, потому что я об этом думал, мне приходили идеи какие-то, я их откладывал куда-то в чердачок, там у себя в голове, думал, а, все равно это никому не надо. Слава Богу, что это кому-то надо. Чердачок в голове, это хорошо. Да, и поэтому, конечно же, хотелось, ну, воплотить это. Вот сейчас есть повод воплотить. Я написал второй, я уже третью сейчас хочу писать. И как бы, ну, меня просто, меня увлекает работа. Я чувствую, что я живу. Вот если в телевидении, здесь для меня отсутствует напрочь творчества, я задыхаюсь. Потому что, ну, какая это уже эта рутина. И все-таки Гоголь, потому что он написал русскую душу. Да. Загадочная русская душа. Гоголь, это наше все, это как и Пушкин, как Чехов, как Достоевский, как... Ну, вот, допустим, последняя, да, последняя новелла, которая у меня называется «Волшебный цветок», а прототипом или основой для нее была повесть «Вечер накануне Ивана Купала». Так вот, там тоже Петрусь и его возлюбленная, правда, ее звали в оригинале «Пидорка». Я изменил имя, чтобы не было нехороших ассоциаций. Это русская... Хаврония, да. Только из-за этого. Они были влюблены, но Петрусь был бедный казак и у нее не было денег на свадьбу. На свадьбу не было, да. Вот. А... Мы сразу скажем, что ему удалось преодолеть... Все невзгоды, да. Так вот, как было страшно у Гоголя? У Гоголя было так. И у его возлюбленной был брат Иваська. И он был как бы вестовым между ними. Он бегал и рассказывал, где и когда будет встреча. Потому что родители девушки не хотели, чтобы она встречалась с Петруссим, с бедным. Он такие попробуют... Вот послушай. И однажды Петрусь в полном отчаянии заходит в шинок, то есть в кабачок. Да, тропин. И решает выпить. Потому что он был отчаянным. И там он встречает самого дьявола в обличии богатого купца. И тут ему говорят, Петрус, в чем проблема? Давай выпьем, Горилки, поговорим. И вот он ему рассказывает, потому что он выпил, язык-то у него развязался. Он говорит, да не беда, вот сегодня как раз Иван Купало. Сейчас мы выкопаем клад, я тебе помогу. Ты же хороший человек. В чем проблема? И ты будешь богатым и ты спокойно женишься на своей девушке. И они идут в лес. И с ними идет какая-то молодая девушка. И он видит, как море этих цветов зажигается в лесу. Хотя там один цветок должен был здесь. Я говорю про Гоголя сейчас. У него море. И он подводит дьявол его. Он не понимает, что это дьявол, конечно, Петрусь. Говорит, вот здесь копай, вот здесь клад. Он начинает копать, но у него не получается. А он говорит, что, земля твердая, надо ее смочить. И он говорит, вот тебе козленок, режь ему горло. И ты смочишь, ты смочишь эту землю и сможешь копать дальше. Он режет горло козленку, Петрусь. Смачивает землю. В этот момент эта красивая девушка кидается к козленку и начинает пить прямо из горла кровь, превращается в жуткую, страшную ведьму. после чего он удачно вырывает этот клад, он получает два огромных горшка с золотом, идет домой и на следующий день уже засылает сватов к своей девушке и они соглашаются и все отлично. Одна беда и Вась пропал. После свадьбы, как похмелье у Петрусия, он не помнит, что было, как, что произошло. о козленочке. И он забыл, и он мучительно думает, что же там было дальше. Вот не могу вспомнить, не могу вспомнить, не могу вспомнить. И получается так, что проходит год и ему не интересно ничего, ни его жизнь, ни его новая жена. Жена страдает. Он запускает полностью все хозяйство, он ходит в зеленый и думает, пока я не вспомню, что же там было, я не успокоюсь. И вот когда проходит год, он вспоминает, что он резал горло и Васю, вот тут-то появляется дьявол и говорит, все, пришло платить время по счетам, я забираю тебя к себе. И вмиг горшки золота превращаются в пепел, все исчезает, а сам Петрусь сгорают. Все, пепел остается один. Да, вот как было у Боголя. Страшно, очень страшно. Сделать из этого постановку и сказать, смотрите, детки, тяжеловато. Поэтому появилась идея, а что если мы сделаем как бы поиск этого цветка? Что мы сделаем так, как будто бы казаки, это тоже как своеобразные ловцы жемчуга, вот они кидаются в этот океан и ищут эти цветы, находят клады, не находят клады, кто-то гибнет. Ну тут как замешано, вот сейчас почему кинематограф уйдет к хэппи-энду? Страшно, 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 но хэппи-энд. Да. И когда ребята раздают зрителям в зале золотые червонцы, наверное, монетки, возвращают к нормальной жизни. это, господи, как хорошо, что все закончилось. Вот, но эти монетки, кстати, это ход, и об этом раздать золото всем зрителям, ну вот, кто сидит, детям, да, 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 но это как бы монетки, конечно же, это шоколадки, на самом деле. Жить и смотреть на мир. Для них золото все, что сладкое. Да, да, то есть эти вот золотые монетки, это на самом деле, да, шоколадный конфет. Лена, скажи, пожалуйста, ты ведь у нас что-то в теме нашей передачи подскажи, то, что мы не услышали. я вообще поклонница Булгакова, очень много читала про Булгакова, люблю мастера Маргарита, роман, но меня больше всего интересовало вот как бы тоже, как мы опять к Гоголю обращались с темой любви. Вот у Булгакова было три любимые женщины. Я вот считаю, что все-таки Маргарита, хотя это лично мое мнение, была написана с его первой жены, хотя все знают, что это как бы Елена Сергеевна, он сам Булгаков так говорил, что она про образ мастера и Маргариты, но я все-таки изучаю это, я считаю, что истинные чувства, нежные, такие, как описано в романе мастера Маргарита, возможно, только в юности. Не знаю, почему мне так кажется, и в общем-то, я бы вам хотела прочитать стихотворение, которое я написала, посвящая Булгаковской Маргарите. Будучи зрелой женщиной. Нет, это стихотворение мной было написано не в очень зрелом возрасте, но мне кажется, это одно из лучших стихотворений, которые вообще у меня есть. Я сегодня взметнулась, стряхнула свои сковывающие одежды, и взлетела, и стала воздушной, и совсем еще юной, и дерзкой. Я сегодня была королевой, и пленительной ведьмой убала. Я летела и небо шептала. Трудно будет начать все сначала, и ничто меня больше не держит, и послушно мне гибкое тело, разлетаются в клочья одежды. Я сегодня свободна, как небо. Может быть, это только виденье, ведь свобода меня не пугает, ведь мы можем предаться забвенью, но забвенья души не бывает. Я возвысилась на день над миром, и все мелкое кажется чуждым, а когда я повыше взлетела, жизнь мне кажется тонким искусством. Мои волосы ветру послушны, и волнуется гибкое тело. Мастер, где ты? Откликнись, ты слышишь? Я сегодня была королевой. Мне эти стихотворения правда очень нравятся. Вы знаете, это стихотворение, я вообще первый раз читаю, у меня много стихов, но я рада, что мое стихотворение прозвучало именно сегодня, потому что вот именно сегодня, оно как бы... и там тоже тема ведьмы присутствует, что самое интересное. Презентация. Такая презентация семейная, да. Но я могу еще что-то... И вот, кстати, по стихе, я тоже почему-то после сорока чувствую, что вот мне хочется показать что-то, потому что я имею на это право. Ну да. Просто и я не боюсь критики, еще и это можно сказать. Я не боюсь критики. Ты раньше, в общем-то, не боялась критики, но... Наша программа стала такой презентацией своеобразной твоей пьесы. Ждем новых произведений. Я хочу напомнить нашим зрителям, что в студии были наши соседи. Наши соседи. Очень творческая семья, телевизионная семья. Антон Бичурин, Елена Чурсина. И знаешь, Антон, я прочитал твою рукопись волшебную и хочу сказать, что вам есть чем гордиться.